Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня, канун недели 31 по Пятидесятнице, то есть 31 недели после праздника Святой Троицы, в Святой Церкви в этот день, недели перед Богоявлением, читаются чтения. Первое чтение из Святого Писания Нового Завета, апостольское чтение. Это второе послание Тимофею Святого Апостола Павла, 4 глава, с 5 по 8 стих. «Но ты будь верен, бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Так обращается к своему ученику, святой апостол Павел. Точно так же в церкви прочитывается Евангелие в этот день от Марка. Это 1 глава, с 1 по 8 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из влюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». В этот день, после прочтения этих отрывков Священного Писания Нового Завета, преснопамятный митрополит Сурожский Антоний так обращался к своим слушателям и прихожанам. Он говорил «во имя Отца и Сына и Святого Духа». В одном из своих посланий апостол Павел говорит, что все содержащееся в Священном Писании полезно и написано для нашего научения и просвещения. Кого заинтересовал этот отрывок, можете обратиться ко второму посланию Тимофея, 3 глава, 16 стих. И вот, сегодняшний Евангелие в соединении с посланием апостола к Тимофею дает нам образ того, как можно вчитываться в Священное Писание, как можно его осуществить и жить им. Образ великого Иоанна здесь переплетается с образом ученика Павлова. И тот, и другой услышали Божие Слово не ухом, а сердцем, не слухом только, а всей способностью восприятия. И оба вышли на проповедь, и каждый из них это Слово принес людям в его чистоте, не опороченном, недостойной жизнью, а в сиянии красоты собственной жизни, в которой это Слово было осуществлено в чистоте еще и потому, что Слово было передано так, как было получено, и что заповедует Павел своему ученику. При этом, при этой проповеди в лице Крестителя, о котором мы сейчас вспоминаем, потому что грядет на нас день Крещения Господня, и в лице Тимофея, и в лице самого Павла осуществилось то же самое. Слово, которое они проповедовали, было так значительно, проповедь их была так велика, что сами они как бы исчезли в ее сиянии. Слово заслонило говорящего. Жизнь, которая была получаема через него, заставила жить и как бы забыть того, кто ее принес, пока не оказалось возможным с благодарным благоговением вернуться душой к нему. Образ Иоанна вели к тем, что Слово, которое ему когда-то сказал Господь, он воспринял в душу, в жизнь. Так воспринял, что стал только глазом, только голосом, через которое это Слово прозвучало и достигло до слуха всех. Павел тоже услышал Слово и увидел видение, и весь ушел в это Слово и в это видение. И у него уже не осталось никакой жизни, кроме проповеди, кроме радости давать другим то, что он получил, благодаря чему сам ожил к вечной жизни. И к тому же он зовет Тимофея. «Я, — говорит он, — сейчас умираю, а ты живешь. Иди и проповедуй Слово, чтобы другие тоже жили». И все, что случилось тогда, некогда, что повторялось в течение всей христианской истории, относится непосредственно и к нам. Мы тоже слышали это Слово проповеди. Слово евангельское, слово апостольское, слово молитвенное. «И мы все когда-то от этого голоса дрогнули, ожили, затрепетали радостью, надеждой. И все мы призваны это Слово провести в жизнь через всю нашу жизнь. Сначала самой жизнью, живя достойно того, что открылось в нашей душе, живя достойно той глубины нашей души, в которой может говорить Господь. Затем пронести это Слово так, чтобы его услышали другие люди и тоже возрадовались, тоже вострепетали. Но на этом пути, как на пути Павла и Тимофея, как на пути великого Иоанна и всех, стоит нечто пугающее многих. По мере того, как растет Христос, по мере того, как Слово делается жизнью, мы, говорящие это Слово, должны отойти в сторону. Мы должны умоляться, должны стать прозрачными до такой степени, чтобы через нас лился Божественный свет, и никто не заметил бы нас, через кого этот свет проходит. Но, увы, мы слишком заметны. Мы собой заслоняем свет, мы его потемняем, ему придаем свои оттенки, бледные, серые, тусклые, в которых нет в этом лучезарном сиянии. Мы всегда заметны в этой проповеди Слова и жизни. Нам, каждому из нас, прежде всего, надо научиться так жить, чтобы наша жизнь не отрицала праведливости Божьего Слова, его правдивости. Жить так, чтобы стать прозрачными, чтобы Слово это ударяло человеческие души одной своей силой и сияло в человеческие жизни только своим сиянием. И тогда эти большие, дивные образы, которые мы находим в Новом и Ветхом Завете, станут для нас примером и станут для нас мерой, по которой мы можем жить. Дай Бог, чтобы мы своей жизнью, хоть для кого-нибудь, а сколько таких нуждающихся, оказались предвозвестниками Христа, грядущего к ним, встретить лично живую душу, жаждущую вечной жизни. Будем отходить, не будем заслонять с собой идущего Христа. Вот чему нас учит вся проповедь древности и великий образ Иоанна Крестителя, которого мы сейчас вспоминаем на грани приходящего праздника. Аминь. Поздравляю всех зрителей с наступающим праздником Крещения Господня! С вами была программа «Мир Православия» и ее ведущий протодиакон Андрей Килин. Всего вам доброго! Будьте здравы и Богом храним! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова